Евгения Николаева за рулем мопеда уже 10 лет. Любовь к мотоциклам у девушки из детства. В теплую погоду предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте. Говорит, это намного быстрее, и каждая поездка вызывает непередаваемые эмоции. Хотя своя ложка дегтя есть. Не все участники дорожного движения бдительны. Большинство автомобилистов не видят мотоциклистов как препятствие, потому что мы маленькие, фара одна. И вот, то есть они могут ехать в лоб и думать, что это, ну, то есть не видят препятствия, поэтому приходится маневрировать. С наступлением теплой погоды водителей двухколесного транспорта на дорогах становится все больше. Поэтому сотрудники госавтоинспекции каждую неделю устраивают рейды тоже на мотоциклах, чтобы в случае неподчинения можно было догнать нарушителя. Проверяют водителей на трезвость, наличие документов и соответствие транспорта техническому регламенту. В ходе рейдов масса нарушений у водителей мототранспорта. Ну, в основном это отсутствие полюсов ОСАГО, технические неисправности. Хочу обратиться к водителям мототранспорта, что надо корректно вести на дороге с другими участниками дорожного движения. Заблаговременно показывать сигналы поворота, предупреждать о своих маневрах. За время рейда сотрудникам госавтоинспекции удалось выявить трех нарушителей, в том числе Павла Прыткова. Молодой человек, без страховки и с неправильной номерной рамкой, которую можно легко спрятать от камер, передвигался по дорогам Самары. Павел заявил, что купил мотоцикл недавно и просто не успел привести в порядок после прошлого владельца. Ну, времени нет. Сам я как бы не складываю номер, я по правилам езжу. Страховые компании нас не хотят страховать, то есть они всячески препятствуют. Ну, это надо день потратить где-то, прям приехать на весь день страховую и высиживать. По правилам дорожного движения, мотоциклист обязан находиться за рулем в экипировке, шлем должен быть застегнут. Также необходимо иметь полный пакет документов и права с категорией, разрешающей передвигаться на двухколесном транспорте с указанным в техническом паспорте объемом двигателя. При этом ехать на мотоцикле в любое время суток и в любом месте нужно с включенными фарами. Это привлекает внимание других участников движения. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.